Юрий Коваль – русский писатель, а также сценарист мультфильмов и детских фильмов, переводчик, художник и скульптор, автор и исполнитель песен. А кроме этого, он один из любимейших детских писателей СССР и России. Его книги издавались и переиздаются, а новые издания мгновенно исчезают с пола. Предлагаем вам послушать одну из его замечательных сказок «Тигренок на подсолнухе». В нашей далекой уссурийской тайге жил-был Тигренок. Он был уссурийский от носа до кончика хвоста, и даже полосочки у него на спине были уссурийские. Он дружил с белогрудами-медвежатами и с дядюшкой Бурундуком, у которого на спине тоже были полосочки. Только у Бурундука полосочки шли вдоль, а у Тигренка – поперек. А кто не понимает, тот пускай на картинку поглядит, куда у кого идут полосочки. Но эта сказка не про полосочки, а про самого Тигренка. Все лето Тигренок играл со своими друзьями. Как они играли? Очень просто. Залезали все вместе на самый старый и огромный кедр и находили там самую большую кедровую шишку. Они отрывали эти шишки и бросали вниз. Они думали, что шишка расколется, и оттуда выскочат все орехи. Но шишка не раскалывалась, и орехи приходилось выковыривать. Но это было очень приятно – выковыривать из шишки орехи, пахнувшие смолой. Такая игра называлась у них «Шишкование». Ну, вы, наверное, знаете, что бывают такие игры. Рисование, невнимание, орехоразгрызание. Вот эта игра очень на орехобросание-разгрызание была похожа. Играли они, играли, и вдруг стало холодно. Пошел снег, началась зима. Вначале это была маленькая зима, и снегу чуть-чуть, на траве-то и кустах. А потом зима окрепла, набрала силу, ударил мороз. Однажды утром тигренок проснулся от холода, смотрит, друзей его не видно. Нет никого. Где же они? Да они все спать легли, – протрещала птица кедровка. Ты разве не знаешь, что медведи и бурундуки на зиму спать ложатся? Тигренок этого не знал и очень удивился. Как же это так? Они все спят, а он не спит. Странно. А если ты не спишь, что надо делать? Играть. Стал тигренок играть со снегом, подбросить снег лапой, а потом снежинки ловит. Играл, играл, надоело. И тут началась метель, стало очень холодно. Замерз тигренок так сильно, что даже задрожал. Ты что, замерз, что ли? Услышал он вдруг. А это дядюшка-бурундук выскочил из своей норки, которую вырыл под корнями деревьев. Залезай ко мне, говорит, согреешься, у меня тепло. Вот полез тигренок к бурундуку. Лезет, лезет, а влезть не может. Норка-то маленькая, а тигренок большой. И пока тигренок лез, бурундук зевал-зевал, да и заснул до самой весны. Пошел тигренок по тайге. Вдруг слышит, кто-то храпит. Посмотрел, а это старый кедр храпит. Неужели тоже заснул? Подумал тигренок. Да ты что, прокричала кедровка. Кедры никогда не спят. Вот березки да осинки зимой засыпают. А кедры никогда. Кто же это там так громко спит? Сказал тигренок и полез на вершину кедра. А там недалеко от вершины было огромное дупло. А в дупле спала медведица со своими медвежатами. Бурые-то медведи на земле спят, в берлоге, а вот сурийские белогрудые на деревьях живут, на деревьях растут, на деревьях берлогу устраивают. Заглянул тигренок в эту берлогу, а медведица приоткрыла один глаз и говорит. Ты что, малыш, замерзь что ли? Залезай к нам, у нас тепло. Залез тигренок в дупло и только хотел в клубочек свернуться, как медведица вдохнула, а после как выдохнула, что он вылетел из дупла. Летел он, летел по воздуху, а потом в снег упал. Но не сильно упал, не разбился, а только в снег зарылся. И пока он летел, он все время думал, хорошо бы где-нибудь в клубочек свернуться, чтобы согреться. И вот, когда он упал в снег, он сразу в клубочек свернулся и немного согрелся. Только он хотел закрыть глаза, чтобы заснуть, как вдруг увидел на земле под снегом семечко подсолнуха. И тигренок сразу захотел это семечко разгрызть и съесть. Но потом подумал, нельзя же все на свете съесть. Пожалей-ка я это семечко, ведь оно, наверное, замерзло. И тигренок подышал на семечко. Семечко чуть-чуть шевельнулось, подышал еще. Семечко треснуло, из него появился зеленый росток. Окружил его тигренок своими мягкими лапами, положил на лапы голову, да и заснул по двое метели. И пока тигренок спал, семечко согрелось и стало расти, расти, подрастать, вырастать и даже постепенно расцветать. И вот случилось настоящее чудо. Прямо посреди тайги, да посреди зимы, расцвел подсолнух. Он рос, вырос высоко-высоко. Поднялся выше всех деревьев, под самое солнце. И уже там, под солнцем, подсолнух раскрылся. И там, наверху, прямо на подсолнухе, спал тигренок. И было ему, конечно, тепло, потому что все бури и метели бушевали внизу. «Тигренок на подсолнухе!» – кричала кедровка. «Тигренок на подсолнухе!» Скоро пришла весна, проснулись бурундук и медвежата, собрались на подсолнух, а там тигренок спит. Разбудили его. «Как я сюда попал?» – удивился тигренок. «Ты семечко согрел», – сказал мудрый дядюшка-барсук. «А теперь оно тебя греет». Вот и лето красное пришло, лето жаркое, уссурийское. Тигренок за подсолнухом ухаживает, как тями землю рыхлит. Медвежата воду из ручья носят, подсолнух поливают. «Хорошо, тигренку, и всем зверям хорошо». Наступила осень. Как-то вечером собрались друзья на подсолнухе. Ягоды едят, орехи грызут. «Хорошо-то как», – сказал мудрый дядюшка-барсук. «И видно далеко все вокруг». «Вот бы нам всем на подсолнухах жить!» «Ерунда, ерунда, ерунда!» – кричала кедровка. «На всех подсолнухов не хватит!» И тут задул холодный ветер. Закачался подсолнух. Побежали домой бурундуки медвежата. Остался тигренок один. И снова пошел снег. Склонился подсолнух до самой земли, от ветра до от снега. Опечалился тигренок. Собрался он под свой подсолнух и увидел на земле несколько последних семечек. Сгреб их в кучку, прижал к себе, да и заснул. И что вы думаете? Наш тигренок все семечки согрел. И вырос зимой посреди тайги целый букет подсолнухов. Раскрылись огромные цветы, и на каждом подсолнухе кто-нибудь под солнцем грелся. Там медвежонок, там лисенок, там волчонок. А уж на самом высоком подсолнухе крепко спал тигренок. Субтитры создавал DimaTorzok